Справа у нас Mavic Mini Pro и слева Mavic 3, то есть Mavic Pro, мой старый дрон. Насколько они различаются, хотя пары характеристикам абсолютно одинаковые. Даже в Mavic в новом дроне есть очень много сенсоров и снизу и спереди по бокам практически на 360 градусов, когда в старом дроне они только были спереди и снизу. Вот такое вот следующее поколение моего хобби. Включил пульт, прикрутил вот эти джойстики и теперь экран установки. Соглашаемся с правилами, выбираем страну, выбираем Wi-Fi, вводим пароль, ждем подключения. Это в первый раз я включаю дрон, поэтому даже не знаю, что ждет у меня впереди. Дальше, выбираем наш часовой пояс. Би-Джинк, нет, не Би-Джинк, не Иркутск, Бизбон, а где моя часовая зона? Не Владивосток, а можно было мотать в другую сторону оказывается. Минск, Москва, нет. Истерн Тайм. И теперь нас спрашивают зайти под нашим аккаунтом и дрон в действии. Вот такой красавец. Вот первый полет дроном, посмотрим, как он пройдет боевые испытания, но на данный момент видно, что картинка очень даже красивая. Дрон, к сожалению, не записывает аудио, поэтому аудио его приходится записывать уже после полета. В общем, дрон прошел боевые испытания и готов к первому настоящему полету. Теперь я пролетаю на дроне над заливом, красивыми яхтами и оборачиваю в сторону парка, где, собственно, я сам стою и управляю дроном. Как вы видите, полет успешный. На данный момент я уже снимаю со своего телефона. Не сказать совсем, что очень удобно одновременно снимать, держать в руках пульт и управлять дроном. Даже когда он стоит, непонятно, что может произойти дальше. Вот это вот так выглядит пульт в действии. Слева внизу карта, датчики высоты, скорости, справа внизу информация о карте памяти. И сверху, вверху написано количество спутников и сколько времени осталось до того, как дрон будет возвращаться домой и сядет батарею. Вот. И видите, я держу одновременно телефон, пульт и пытаюсь еще что-то сказать. А вот сам дрон застыл передо мной, показывает, что впереди препятствия, сенсоры сыграли и ждет дальнейших указаний. Друзья, теперь проведем проверку на высоту полета. В Нью-Йорке максимальная высота полета, которая разрешена для дронов, это 400 фит или 120 метров. И давайте посмотрим, как выглядит парк и вообще окраины Нью-Йорка с максимальной высотой. Мы поднимаемся сейчас на 400 фит или 120 метров. И мы можем видеть, что это довольно-довольно потрясающее зрелище. Посмотрите, как у нас в Витт-Манхэттен. Смешайте над всем городом. Красиво. И дрон держит в себя на высоте, конечно же. А это вид залива. Видно океан, сам залив, высшие лежащие районы. И, конечно же, красивое голубое небо. Вот так выглядит все это с высоты. А это парк, в который я поехал тестировать дрон. Называется он Ecology Park. Совсем небольшой. С парой дорожки. И осаждение. И вот рядом стоят вот такие красивые дома. Вот он вблизи, с другой стороны. И камера, что интересно, у него поворачивает. Камера поворачивается с вертикального, в горизонтальный взгляд. Очень прикольная фишка. Тест это специальная функция, где можно задать маршрут дрону. И вот сейчас на видео он проходит сам по маршруту. Поднимается, опускается, поворачивает камеру, так как было задано ранее. Вот, я первый раз по этому протестировал, поэтому он тут не идеально. Но, как мы видим, это работает и позволяет снимать очень крутые видео по заранее приготовленному маршруту. Ну, а сейчас я нажимаю кнопку вернуться домой, по которой дрон обязан подняться на высоту и вернуться в точку отправления. И на этом сегодняшний тест будет окончен.